Итак, заканчивается у нас одна восьмая финала турнира Инвейдерс Эра. Все достойные практически там более-менее бои были представлены. Ну, за исключением, вот последний поединок остался. Это Панда Варьор против представителя клана ВДМ Нурбиса. Ну и посмотрим, Нурбис за эльфов и за империю панда. Карта Сеть Перекресток. Ну и интересно посмотреть, Панда давно не играл, поэтому посмотрим, что... Итак, Вечные Стражи. Раз, два, три, четыре. Три древня. Кроме этого Вечные Стражи просто у нас... Раз, два, пять Вечных Стражей со щитами и один просто Вечный Страж. Один Егерь Деколесия. Один главно. Стражи Полян. Обычные Стражи Полян, да, в количестве трех и один у нас Бронебойный. Стрелы Звездного Огня. Магический урон. Стрелы наносят и... Так, ну и Властитель Полян со всем набором. Кроме одного заклинания нету здесь, как обычно берут Стрела Курнуса. Она Траема и Синяя Банка у нас здесь. Ну и Империя. Панда притащил на этот бой свободный отряд ополченцев. Пельтасты. Раз, два, три, четыре пельтаста. Кроме этого Пеха флагеллянты. Четыре флагеллянта. Рыцари Пылающего Солнца. Вот два на левом фланге и один на правом фланге. Кроме этого Янтарный Маг. Имперский Капитан вообще полностью весь обрезанный. Я так понимаю он даже по-моему и не летает что ли? Или нет, они на Пегасах. Имперский Капитан. Да, полностью обрезанный. А, и Борис Хитрый в роли Генерала. Понятно, обилка на восстановление здоровья. Ну и Янтарный Маг с роковым стадом. Ну и давайте посмотрим. Раньше Панда-то рулил, скажем так. И неплохо рулил. Так, да, стрелок урмуса. Кстати, вот посмотрите, неплохо так она заходит. Прям вообще неплохо. Ну, выбор очевиден, я думаю, вот этих товарищей. Так, здесь что у нас? Выстрел состоялся. Трех с одного выстрела. Ничего себе. Здесь двух. Ну, рыцари Пылающего Солнца, да, наносят огненный урон с уязвимым к огню целям. А таких целей у нас здесь, ну, наверное, вся армия практически в Эльфах. Ну, почти. Деревяшки-то точно. Ну, и пытается, я так понимаю, Панда окружить. Хотя нет, отходит. Зазывает противника, скажем так, под пельтастов, под своих этих свободный отряд ополченцев. Ну, в принципе-то неплохо. Другое дело, насколько смогут держать этот удар. Так, ну, и откидывается роковое стадо у нас. Причем улучшенное, да, посмотрите, Нурбис очень здорово реагирует. Отводит он свои войска из зоны действия, заклинания. Но они уже подпросажены, но это не критично, скажем так. Хотя неплохо досталось. Танцоры войны еще, да, вот у нас здесь. Да, танцоры войны и Геряди Колеса. Два мечных отряда. Ой-ой-ой. Забыли звук, пардон. Кава отхватывает. Как-то неосторожно так панда здесь с кавалерией свою подтащил под Анна Троэму. И неплохо ей достается. Посмотрите по количеству, как просаживают ее. В два. Два в один лупят. Ну, а здесь на драконе у нас властитель полян. И я думаю, ему эти оба товарища на пегасах-то шибко не страшны. Здесь аналогично на рыцаре Пылающего Солнца. Посмотрите, как лучники, прикрытые вечными стражами со щитами, отстреливают. Ну, а тут вообще неплохо досталось рыцарям Пылающего Солнца. Десяток уже был выхлестнут. Теперь по пегасам у нас идет стрельба из классной чарж на егерей деколесье. Ба-бах! Но тут же подключаются копейщики. И заходят, заходят флагелянты. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что флагелянтам вот эту линию-то ее не перерубить просто-напросто. Другое дело, если пельтасты смогут что-то здесь показать. Ну, и мы видим, что, посмотрите, два в один пытался панда вынести генерала-лорда. Эльфов ничего не получилось. Здесь же у нас рыцари Пылающего Солнца отхватили. Отхватили неплохо, но вот здесь шикарно, конечно, заходит отряд по тылам. И сейчас он начнет месить. Сейчас начнет месить. Отрабатывают пистольеры, отрабатывают попехи, отрабатывают по стрелкам эльфийским. Очень здорово кавалерия. Но сейчас здесь вечные стражи. Я думаю, нет смысла вообще сюда соваться кавалерии. Конечно, да, кава по тылам неплохо прошлась. 36 уже набила. И что у нас? У нас янтарный маг в половину уже просажен. Ну, а пистольеры продолжают отрабатывать. Роковое стадо. Да, еще одно улучшенное роковое стадо. И пытается, пытается подрастащить эльфов панда. Но что-то пока эльфы не сильно-то и ведутся, скажем так. Самое главное, что у них вот фронт держится. Рыцари пылающего стоят. Просто выхватывают. То есть здесь элемент какой-то недоконтроля. Не знаю. Так, еще у нас стрелок. Это арбалетчик. Неозвучен оказался в составе. Здорово зашли копейщики, вечные стражи сейчас на ополченцев. Которые, да, причинили здесь не... Причиняли беспокойство, скажем так, эльфам. Ну и Кава. Кава орудует по тылам. Конечно, тут здорово. Ну а эльфы сосредоточились. Вот все-таки тылы они по факту отдали. Где-то бегают там копейщики. Стражи полян здесь у нас пытаются стрелять. И неплохо, кстати, нужно отдать должное. Им стреляют. Вот один отряд уже ушел. Рыцари пылающего солнца. Их еще 17-22. Их здесь было, да, когда огонь по ним начали вести. И все. Здесь же у нас добиваются... Да, разворачиваются у нас ополченцы пельтастые, чтобы отрабатывать по... По властителю полян. Но Нурбис на чеку. И пытается добить он все-таки янтарного мага прежде всего. Здесь у нас что? Кровь земли. Да, хил у нас здоровский такой прошел. Замечательный хил. Посмотрите, как восстанавливается. То есть вот этот вот могучий кулак здесь такой у эльфа формируется. Здорово. Арбалетчиков догоняют вечные стражи. Прекрасно. То есть все было законтрено. И, ну, нечем здесь убивать было. Нечем было убивать деревяшки. Кое-как импер Борис хитрый здесь у нас прохилился. Возвращается он. И практически вся кавалерия была добита, конечно же. Просто она шибко не сыграла, скажем так. Пистолеров отгоняют. И одна кава. Да нет. Сыграла я неплохо. Стрелков-то понабила. Аж 120. Ого-го. Да, вернулись. 17. Да, их здесь. Да, 17 вернулись. Да, ловит Бориса хитрого Нурбис. И сейчас начнет стрелками по нему отрабатывать. Мало того, что стрелками, еще и в ближний бой не бросает своего генерала. Я думаю, напрасно. Можно было бы спокойно сейчас вырубить янтарного мага. И не заморачиваться. Ну, по Борису хитрому стрелки, конечно, здорово отрабатывают. Остатки кавалерии, рыцарей Пылающего Солнца, они здесь не играют роли. Но нужно дать должное, конечно, рыцари с насыграли. Но не сыграла, скорее всего, пеха, я так думаю. То есть не смогла она перемолоть. То есть все вот эти цифры за флагеллянтов, деревяшки не были убиты. Посмотрите, по-прежнему они по тылам бегают. Там семь из девяти. Здесь у нас девять из девяти. Другой отряд тоже девять из десяти. Ну и кавалерии, конечно, размотать их просто-напросто невозможно. Поскольку у нас здесь еще и вечные стражи копейщиков осталось. Аж целых два отряда. Вот и третий отряд, да, у нас древний здесь бегает. Плюс стрелки есть. Тяжело, тяжело империи. И чисто флагеллянтами вырезать деревяшки. Вырезать и герей здесь шибко не было. Но, тем не менее, не знаю. Не думаю, что такой состав за импов, он боеспособен. Ну и все, вот эта вот кучка осталась. И то, что осталось сейчас у империи, явно не справится уже с таким количеством пехоты. Ну что ж, такая трудовая победа Нурбиса. Вообще, этот клан в последнее время много представителей пробилось на этом турнире. Несколько человек у нас было. И Шидоку там, и Лали, и Мамут, вот и Нурбис. То есть, это люди, которые, ну, так достаточно неплохо зарекомендовали себя здесь в Ахе. Ну и цифры. Да, вот один отряд замечательно. 173, 65 еще как бы туда-сюда. А вот 6-то, конечно, маловато для Кавы за 1200. Ну и флагеллянты, посмотрите, то есть практически по нолям. 7, 8, 23. И даже пехи не набили, скажем так. Так, второй бой. Это уже панда-вампиры против империи. Ну и посмотрим. Панда-вампиры против империи. Так, панда-вампов. Такое ощущение, что он не успел, что ли, поставить... А, нет, он специально все вытянул в колонны, посмотрите. Чтобы зашифроваться в этом лесу. А где у нас здесь? Ой, да нет, туда красная, я так понимаю, еще очень далеко. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но... Итак, вампиры. У нас красный герцог на драконе. Что там берут? Ну, Нехик понятно. Оживление мертвого призыва понятно. Пляска смерти Левангеля. И проводник Чар здесь. У нас Искатель врагов. Все подряд. Короче, немало он обошелся. Красная Ярость. Ну и, конечно, вот эта вот замечательная обилка. Эльзив. Да, против героев и лордов. Работает просто превосходно. Кроме этого, мы видим Варгейстов. Мы видим Проклятых Нитопырей. Мы видим Десятину Зомби. Видим просто Зомби. Стражи Могил. Раз, два, три, четыре. И Кормчий. Четыре Стражи и Кормчий. Один отряд. То есть, всего у нас... Что здесь получается? Четыре до один пять мечных отрядов. Кроме этого, Рыцарь Крови. Два Ужаса Исклепа. И Король Мертвец. Король Мертвец, да. Ну и Империя на этот бой притащила. Давайте посмотрим, что притащила Империя на этот бой против Бампиров. Ну, понятно, Смстители Ширланда. Нет, я их перепутал. Думал, это Серебряные Пистольеры. Мне кажется, напрасно. Серебряные там пули лучше бы зашли. Тяжелые мечники. Алибардисты. Тяжелые мечники. Просто копейщики. Сыны Зигмара. Тяжелые мечи. Алибардисты. Ну, неплохо алибарды. Тяжелые мечники. И помимо этого, Рыцари на демигрифах с алибардами. Два отряда. Ну, как по мне, состав-то угаданный. Кроме Карл Франц. Ну, не знаю. Тем более, просто бегающий Карл Франц. Ну, и маг у нас. Это нефритовый маг. Берется у него кровь земли. И, по-моему, что-то там связанное с бафом на единичную цель, если я не ошибаюсь. Ну-ка посмотрим. Потому что, как правило, такое заклинание не берут. По крайней мере, я-то вот играю. Я за него не беру только. Я беру только кровь земли. И увидел, что... А, да. Шипастый щит. Влияет на союзников. Ага. Урон оружием и сопротивление выстрелов. Ну, основное здесь, понятно, это сопротивление урона оружием. 22%. Ну, в принципе, неплохо. Посмотрим, будет ли применено оно, это заклинание, по ходу боя. Да, неплохо, блин. Что значит варгейст крайне сомнительный отряд. Доспехов 10. Посмотрите, один залп. Им уже сколько там? Ну, четверть хп-то точно сняли. Река синего предела, по-моему, называется. Карта, если я не ошибаюсь. Так, ну и... Ну и... Здесь у нас варгейсты и красный герцог. И тут у нас... Что у нас? Король-мертвец в лесу, рыцарь крови и ужасы из склепа. Ну, то есть, достаточно такая мощная группировка, которую могут поддержать еще один отряд ужасов из склепа и в лесу здесь. Да, отлично отрабатывают Мстители и Ширланда. Сейчас начинают они по ужасам из склепа. Замечательно. Нитопыри ждут своего часа. Все, заметили. И куда же у нас двинулся Нурбис? И зачем? Нельзя сюда. Ну, нельзя же сюда-то. Ну, куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох-ох-ох-ох-ох. Посмотрите, сразу зомби прикрывают. Полармию у Империи вообще не удел. Останавливают алибардистов, которые сейчас были бы здесь полезны. А все, бой проигран. Вот она. Вот это совершенно неправильная атака. В лес. Зачем? Не ясно. Никакие Мстители и Ширланда тут не помогут. Да, протаскиваются алибарды, но здесь у нас Стражи Могил. Посмотрите. Все здесь под Нехиком. Ужасы из склепа. Раз, два. Варгейсты. Плюс Король Мертвец. Рыцари Крови, да, хоть и просаженные они. Но тут же и просаживаются Рицарь Немегрифок с алибардами. И Карла Франца уже не вытащить. Красный Герцог тут орудует. И орудует неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть вся ударная мощь, какая только была и призвана была принести победу Империи в этом бою. Все, она вся слилась. Ну, тут дальше можно не смотреть. Нурбис, конечно, здесь вот похоронил полностью свою армию, можно так сказать. Два Демегрифа. Генерал. Да, они, конечно, очухаются и вернутся, но это уже не сыграет роли. Более того, их еще и не отпускают одного рыцаря на Демегрифах. Посмотрите, здесь очень здорово зомби призываются. Красным Герцогам не пускают они. Карл Франц тут сейчас на выхватывать. Зачем Карла Франца брали, я не совсем понимаю, если честно. Кровь земли откидывают. Но это уже запоздало, скажем так. Так, соответственно, все умирает. Ну, понятно. Такой слегка бестолковый вариант развития событий для Империи состоялся. Я думаю, Нурбис сам был обескуражен исходом. Ну, цифры здесь нам ничего не скажут. Последнее время из-за призыва цифры ни о чем не говорят. Вот тут недавно играли. Такой неофициальный мини-флэш устроили с Нерагом, а с Арагорном. Вот втроем бились, значит, без повторения фракций. Там в одном бою рыцарь играли, накосили под четыре сотни. При том, что как раз призыв идет, да, и всех этих товарищей убивают. Понятно, что призываются зомби, призываются воины, скелеты. И, как правило, цифры эти мало о чем говорят. Ну, в принципе, анализ предыдущего боя, он не совсем корректный в том плане, что ошибка нечего нам было смотреть. Вот эта ошибка, конечно, обидная. Я думаю, Нурбис был обескуражен. Еще раз повторимся. Итак, боевые псы Хаоса Яд. Почему-то выбрал он Хаос против эльфов. Ну, не знаю, посмотрим. Итак, это отверженные два. Еще два по флангам. Четыре отверженных. Это рыцари Хаоса Пики. Это Дикая Мантикора в воздух ушел. Лорд Хаоса у нас тоже летающий. И у нас... Что еще у нас? У нас огненный маг. Чародей Хаоса. Огонь. Что у него там? Каскадный огненный плащ, да. Пылающий меч Руина. Обилка на минус 12% сопротивления магии огня. Будущие воители у нас. Два отряда в одну вычку вкачаны. Кроме этого, грабители Хаоса. Два, три, четыре грабителя Хаоса. И алибарды, да. Да, воины Хаоса с алибардами. Ну и что у нас Панда? Хитрый Панда забился в лес. Так, а где у нас линия? А линия у нас вот она. Ну, я не думаю, что это 160, скажем так. То есть, второй бой Панда шифруется в лесу. Непонятно. Так, здесь у нас Егеря Деколесья. Четыре. Ну, оно и правильно против Хаоса, что мясников надо этих брать. Древние. Раз, два, три. Копейщики разной степени вкачки. Это Вечные Стражи. Вечные Стражи. Четыре Вечных Стража. В роли генерала у нас Дунтху. Ух ты. Что там у нас? Роковое стадо. Понятно. Нистовство. Вот почему в лесу шифруется ускорение перезарядки, да, у нас. И взят меч Дайта. Ох ты, ёкс, ЛМН. Еще и шкура Панна взята на союзника, да. И плач отчаяния. 80 метров. По мне, как сомнительные вот эти вот. Если кто-то играл, расскажите. Ну, истребиные наездники. Один отряд. Ну, и что тут трется возле красной линии, да. Вот она у нас уже, линия-то. Вот армия вообще целиком у нас. Типа маневр. Типа маневр. Что это за маневр возле красной линии? Давайте ускоримся, наверное. Потому что, как по мне, так... Маленько невнятная игра, скажем так. Ну, или, может быть, привыкли уже видеть такие поединки мощные. Высокоуровневых, так скажем, игроков новых в Ахе. Ну, я думаю, разойдутся, ребята. У нас здесь роковое стадо откидывается. Да, причем улучшенное. Сразу несколько отрядов. Раз, два, три, четыре отряда попадают. Вот так вот кучковаться, когда есть вот эта вот звериная, так называемая, магия. Она, наверное, не звериная, как-то по-другому она называется. Ну, в общем, это опасно. Магия природы, звери, по-моему. Бесполезный отряд по итогу у нас боевикцы хаоса. Хотя, как правило, вот такие бесполезные отряды по итогу больше... Ну, не больше всех там отыгрывают по итогам боя. Ну, у меня такое ощущение, что хаос сейчас придет и просто убьется об эти деревяшки. И егеря Деколесия убьется о деревяшке, убьется о вечных стражах. Посмотрите, 39 защита в ближнем бою. 39, здесь защита. 37, ну, для сравнения даже. 20 у отверженных грабителей хаоса. Ну, еще как-то туда-сюда, 28. Ну, тут в разы. Истребиные наездники пытаются отработать. Ну, и встал, что у нас? Заманил противника, по сути. Ну, то есть, вот, стоит-то. Ну, что это вот? Как это вот называется-то? То есть, выбрал выгодную позицию, заманил противника. Нурбис по-честному пошел атаковать. И по-честному, я уверен, он убьется здесь. Хотя, результат я уже видел. То есть, 100% здесь убьется от бедолага. Ну, мне интересно дуртху. Все-таки. Итак, отверженные. Ну, отверженных здесь вырезают егеря диколесья. Причем, очень успешно вырезают. Вот меч, да, это, да, откидывается. Минус 15 доспехи. Да, что еще? Какие негативные эффекты? Ну, сразу дисциплина просаживается. Разумеется. Ну, егеря вообще мгновенно. Посмотрите, даже вечные стражи отверженных разбирают. То есть, если раньше на базе отверженных билл строился за хаос, то сейчас... Ну, и вот, 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 вот. Ну, а им куда? Вот им куда, бедолагам? То есть, если соблюдать правила красной линии, то хотя бы здесь могли бы чержануть их рыцари хаоса с пиками. А по итогу мы все вот тут вот в лесу такие деловые. Ну, и вообще шансы хаоса на победу в борьбе с эльфами. Без колесниц, я думаю, они равны вообще, наверное, могут. То есть, единственное, что есть оружие у хаоса против эльфов, это колесницы. И я думаю, порядка четырех колес здесь совершенно не помешали бы. Ну, хаос пришел и убился. Тем более пики. Зачем пики? Когда нужны крести, ребята? Ой, блин. Не очень понравилось мне все это, честно скажу. Панда вообще славен. Такими на грани фола поединками. Но при этом мастерство, как бы, игрока, вне сомнений. Ну, вот такой поединок от 08 финала. В ближайшие дни начнем рассматривать поединки 1-4 финала. У нас там ударными темпами ульда пробился уже в 1-2 финала. Еще 1-8 вся не была отыгранная. 1-4 там еще не началась. А он уже и 1-4 отыграл, в 1-2 уже сидит деловой. Ждет, когда же к нему кто там придет. Спасибо за внимание. До встречи. Всем пока.